Уже больше полутора лет в этих стенах не слышны песни и детский смех. Причина довольно простая, но, по-видимому, трудно решаемая. Проблемы с помещением. Областной центр для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи продолжает бороться за выделение здания, чтобы предоставлять услуги в нормальных условиях. Все это время сотрудники не теряли надежды, что когда-нибудь власть их услышит. Оптимизм не иссякает. Только вот время близится к зиме. Но ни отопления, ни воды у центра нет. В июне месяце у нас в центре произошла такая ситуация, что крыша начала течь. И полностью все вещи, все личные карточки, все документации, игрушки, гуманитарная помощь было полностью затоплено водой. Вчера наши родители, родители наших детей, были на встрече с Сергеем Васильевичем Киваловым. И он, конечно, очень был, скажем так, глубоко удивлен, что дети, наши ВИЧ-позитивные дети, они в статусе инвалидов, которые просто, скажем, остались на улице. Сейчас ни воды, ни отопления, нет уже второй год, и мы не пользуемся, скажем так. Ну, вы понимаете, мы вам… А свет нам просто на благотворительной основе, да, нам просто его не отключают, потому что видят и знают, как мы работаем. В 13 лет центр арендовал помещение у города, но сегодня организация осталась, по сути, без крыши над головой. Сотрудники и родители детей не раз обращались в разные инстанции за помощью – городская, областная администрация и даже офис президента. Для наглядности нам предоставили все бумаги, и, к сожалению, ответ один – сообщение получили, взяли на рассмотрение. А вот необходимых коммуникаций нет с декабря прошлого года. За водой сотрудники ходят по соседству на химический завод. Запах в округе характерный. Сырость здания перемешалась с уксусом и химическими веществами. Отрезали воду, как бы нам отрезали из-за того, что началось. Холод пришел, начали лопаться трубы, затопило полностью подвал. Все, воду нам отрезали. Отопление, естественно, никто котельную запускать не будет, так как мы находимся здесь. Вообще не должны здесь находиться, нелегально находимся. Спасибо, что оставили свет. Последним ответом на письма стало решение о переведении центра по адресу Краснова 14 площадью 211 квадратных метров. Все, как и просили работники центра. Но, как оказалось, переехать туда пока нет возможности. Разрешение никто не дает. В ответе пишут, что переезд возможен с октября, но только тогда, когда заработает электронная платформа. И адрес конкретно за этой организацией будет закреплен. Однако претендовать на место могут и другие. Принцип очереди никто не отменял. Но не только это стало проблемой. Помещение на Краснова 14 находится в подвале девятиэтажного жилого дома. Так как у нас клиенты центра нашей инвалиды, то у нас нужен абсолютно для них другой способ подхода к этому заведению. Так как это подвал, там только ступенечки. У нас маленькие детки могут быть, люди-инвалиды на колясках. Они просто туда никак не спустятся. И совершенно не предназначены для нашей работы помещения. На отславивающихся обоих сотрудники заботливо пытаются сохранить творческие труды своих подопечных. Картины, поделки и фотографии, которые так дороги сердцу. Игрушки давно упакованы в коробки и ждут, когда их перевезут в новое место. В тех условиях, в которых находится центр помощи особенным детям и молодежи, недопустимо со всех сторон. Те условия, в которых находятся сотрудники и приходят клиенты, недопустимы для того, чтобы предоставлять качественную помощь. Детей и молодежь сотрудники центра обслуживают и предоставляют услуги на улице. Поэтому мне кажется, что городские власти должны обратить на это внимание. Почему? Потому что центр охватывает порядком тысячи детей с особенными потребностями, с ограниченными возможностями. И из них 64% этих детей – это жители города Одесса. Областной центр для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи оказывает не только медицинскую помощь, но и педагогическую, юридическую и, что самое важное, информационную. Несмотря на то, что организация работает в режиме дневного стационара, сотрудники с удовольствием приходят и в свои выходные. Проводить время с детьми здесь любят. Это особенно чувствуется в той заботе, которую педагоги проявляют каждому подопечному. С радостью вспоминают своих выпускников и делятся их победами. И не глядя на условия вокруг, действительно веришь в то, что тут помогут каждому, кто сюда обратится. ВИЧ-инфекция и СПИД, она через дружбу не передается. Очень часто наши детки так говорят. Почему? Потому что в нашем центре и ВИЧ-позитивные детки, и дети с отрицательным статусом, да, у нас нету, скажем так, деления и критерия такого, что ты с ВИЧ-статусом, ты не с ВИЧ-статусом. Почему? Потому что четко нужно, правильно нужно понимать пути передачи ВИЧ-инфекции, да, то бишь нужно, это нужно нести, скажем так, нести эту информацию и по школам, и по учебным учреждениям, и вообще проводить работу с населением. В день центр принимает от 3 до 40 детей, а количество клиентов насчитывает порядка 960. Для малышей центр может послужить детским садом, а для подростков здесь организована работа с родителями, психологическая помощь и различные кружки. Но стоит отметить, что центр принимает не только младшее поколение. Сюда приходят и взрослые, при этом сотрудники ласково называют всех детьми. Во времена карантина количество желающих посетить центр немного уменьшилось, но он продолжает предоставлять все необходимые услуги. Сотрудники все еще не теряют надежды на то, что совсем скоро смогут встречать своих гостей в новом месте.